Здравствуйте, меня зовут Александр, вы на моём канале. И сейчас я хочу, вот правда, жажду поговорить об одной теме, которая в последнее время меня прям захватила. Ребят, вот сейчас происходят интересные события в России, во всём мире. И вот я заметил такую закономерность, что моё поколение, 30+, прям все поголовно верят в систему, верят в верховенство закона, что с помощью законных методов, с помощью закона, с помощью каких-то правоохранительных органов, правоохранительной системы, какой-то государственной системе можно добиться справедливости. Вот я сам верил в это, я был юристом, я работал по юридической специальности целых 17 лет. Но в конце концов пришёл к поводу, какая же это ошибка, какое заблуждение, какой бы это дебилизм, думать, что с помощью закона можно чего-то допиться, какой-то справедливости. И я хочу сказать, что почему так произошло, я недавно анализировал это, почему моё поколение поверило в закон, почему поколение, которое жили в 90-х годах, взрослые люди, они в 90-х годах не верили в закон, они реалистично относились к жизни, реалистично понимали, что на государство надежды нет, и умные люди продолжают и так же жить. И сейчас тоже не верят в государство, не верят в систему, не верят в суды, и прекрасно себе живут. Не надеются на эту фелькину грамоту, фелькины грамоты не надеются. У них нет каких-то мечтаний, что им припадёт от государства что-то, что-то полезно. И всё у них прекрасно, они живут счастливы, наслаждаются жизнью. Так же, как вот сейчас и мы, около океана этого, вот сейчас прошли в походе, где нет никакого государства. Что, о чём я? Ребят, вот, а мы, наше поколение, в конце 90-х, 2000-х, этот всплеск юриспруденции, веры в правду в закон, в желании сделать государство правовым, чтобы каждый мог счастливо жить, мог законно, спокоенно, справедливо. И вот в 2000-х годах нам внушили, что это реальность, что можно так жить. И вот поэтому люди выходят на митинги, а их там задерживают и бьют. А почему так происходит? Потому что, с другой стороны, люди, которые реалисты, прагматики, они не верят в закон, они живут, как им хочется и как им нужно. А вот те люди, которые нам внушили, вот эти поколения 30+, даже моложе или старше, мы верим, вот мы такие наивные, в таких розовых очках, мы думаем, что когда-то будет Россия будущего прекрасна. Возможно, она и будет, это Россия будущего, но не для нас, не для простых людей, не для простых смертных. Поэтому не оставьте свои надежды на закон, на какую-то справедливость, на какой-то справедливый суд, на какое-то справедливое правоохранительные органы. Я сам работал в правоохранительных органах, и правоохранительные органы не заточены для того, чтобы помогать людям. Причем мне это сказал мой наставник в первый месяц работы. Представляете? И вот это пронизано все. Избавьтесь от розовых очков и наслаждайтесь жизнью, живите полной жизнью, берите то, что вам нужно. Берите, не надейтесь ни на кого, ни на государство, ни на систему, ни на, тем более, на закон. Верьте в Бога, живите, радуйтесь жизнью, путешествуйте, присоединяйтесь ко мне и бегом в море. Сегодня чудесная погода, давайте все искупаемся в море. Все, до свидания, друзья. Желаю вам всего наилучшего и верьте только в собственные силы. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok